Привет, наши дорогие телезрители Европа Плюс ТВ! Привет всем, кто любит проводить время вкусно и с пользой. На связи Маша и Вера. И наш сегодняшний репортаж точно понравится тем, кто знает, что хлеб всему голова. Эээ, Вера, что это значит про голову и хлеб? Маша, это значит, что хлеб самый главный продукт на столе. Ааа, ну с этим не поспоришь, хлеб я люблю. А мы что, сейчас будем есть хлеб? Давай уже начинать, сейчас все и узнаешь. Итак, рассказываю, перед тем, как съесть самый вкусный хлеб, мы его сами приготовим, причем с нуля и на ваших глазах. А готовить мы его будем в семейной пекарне хлеб Надей. Конечно, не одни, а с хлебной феей, Надеждой. Давай уже знакомиться с феей, потому что здесь такие ароматы стоят, что я не могу дождаться момента, когда же мы будем кушать. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, девчонки. Расскажите, что мы будем с вами делать. Ну, начнем с того, что я, Надея, хлеба феи, вы уже знаете, мы уже с вами познакомились. И мы будем делать чудо чудесное, потому что настоящий хлеб, это и есть чудо чудесное. Вы согласны со мной? Да, а что нужно, чтобы самому испечь хлеб, и сколько времени нам понадобится? На самом деле, сам хлебушек, это максимально простой продукт, который готовится из муки, воды и соли. И все, и хорошего настроения. Вы уже знаете, с каким настроением мы начинаем готовить, такое блюдо у нас и получается. Сам хлебушек довольно долго бродит, он бродит не менее 4 часов. Общая продолжительность готовки где-то около 5-6 часов составляет вместе с выпечкой. Поэтому, если вы готовы... Конечно, готовы. Начинайте учить нас сделать хлеб. И еще к нам присоединится Аня, и будем вместе готовить наше чудо чудесное. С удовольствием. Чем отличается настоящий хлеб от того, что у нас в последнее время часто продается в магазинах? Так это тем, что готовится он на закваске, как готовили наши бабушки и дедушки. Закваска – это мука и вода, и много-много микроорганизмов. Дикие дрожжи, молочнокислые. Нашу заквасочку зовут Санек. Ему 4 года уже. Он живет, и это живой организм. Он как мы, как дети. Вот для меня это как дети мои. Да, у меня 3 сына, и это еще 2 мои заквасочки, 2 девочки. И они хотят кушать, как и мы. И хотят кушать 2 раза в день. Ее надо кормить. Если мы ее не покормим, то сначала ей будет очень-очень плохо, а потом она умрет. Поэтому заквасочку нужно любить, кормить с ней, разговаривать. Ей нужно 40 грамм воды и 40 грамм муки. Заквасочка, размешай ее в воде, хорошо? Тщательно размешай, Санька. Все размешала. Отлично. А сколько вам было лет, когда вы впервые приготовили свой хлеб? Когда я впервые приготовила такой хлеб, мне было почти столько же, сколько сегодня. Дело в том, что хлеб настоящий, я начала готовить сама лично, только 2 года назад. Потому что до этого я работала на хлебозаводе, там немножко был другой хлеб. И когда я встретила настоящий, на закваске, такой, как был у наших дедушек, бабушек, я очаровалась этим хлебом настолько, что я засыпала и снила, снила, снила его, и поняла, что все, мне нужно его печь, и нужно всех знакомить с этим хлебушком. Итак, заквасочка у нас уже есть, сейчас мы добавим туда водичку, хорошо? Да. Добавляй и размешивай. Вы нам так и не признали, где вы раздобыли этот секретный рецепт? Секретный рецепт хлебушка? Да. На самом деле, секретного рецепта нет. Он, как печь хлеб, знает каждый пекарь, который занимается. Но у каждого пекаря получается всегда свой хлеб. Вот мы с тобой можем замешивать одинаковые продукты, но у нас с тобой получится абсолютно разный хлебушек. Потому что, я же вам говорила, что хлеб на самом деле состоит не только из муки, воды и соли, туда мы вкладываем свое... Хорошее настроение. Конечно. Смотрите, вот эта мука, про которую я вам говорила, и про вот этот хлеб из такой муки я вам говорила, потрогайте ее, она с такими частичками. Очень часто дети на мастер-классе ее пробуют, их невозможно оторвать, они ее едят прямо, конечно, прямо жменями. Вот это цельнозерновая мука, и такой хлеб с такой муки никогда не задержится долго у нас в организме, и никогда не сделает широкие, большие бока. Теперь, когда мы замесили тесто, мы поставим его на брожение. Вот это и есть важный процесс для того, чтобы хлебушек стал пышным. Когда мы работаем с тестом, очень важно не давать тесто оставаться на воздухе открытом. Тесто еще должно бродить два часа. Но у нас телевизионная версия, поэтому давайте ускорим. Что мы делаем? У него ротик и глазки появились. Вот, видишь, растягивайте аккуратненько, руками немножечко, не жмите сильно. Теперь смотрите, положили ладошку, а правой вытянули ему бочок. Вытянули и сложили в серединочку. Хорошо. И ножки тоже в серединочку. Теперь подтяни, чтобы шов запечатался. Вот этот шов внизу, он должен запечататься. Потому что если он не запечатается, когда мы будем печь, хлеб раскроется и разорвется в этом месте. И хлебушек переворачиваем спать, чтобы шов был сверху. В люлечку, в люлечку поворачиваем. Вот. У меня красивые краешки получились. Мы хлебушек положили спать. А пока он спит, мы приготовим бургеры и слопаем их. Это соус будет? Да, мы готовим соус для бургеров. Как думаете, что это самый главный ингредиент? Это котлета и булочка. Это котлета и булочка. Ну понятно. А соус, какой самый главный ингредиент? Это сметана. Пока хлебушек отдыхал, мы тоже неплохо провели свое время и наелись вкуснейших бургеров. А теперь время отправить хлебушек в печь. Надежда, а сколько это время займет? Хлебушек выпекается в зависимости от своей формы. Чем он больше, тем дольше его надо печь. Но у нас хлебушек небольшой. Мы хотели побыстрее. Поэтому печься он будет в нашей печи, в настоящей печи для хлеба 25 минут примерно. А прежде чем посадить наш хлебушек в печь, его необходимо надрезать. Чем мы будем надрезать хлеб? Как думаете? Ножиком. Конечно, ножом, но абсолютно необычным. Хлебным? Да, не хлебным, а настоящим пекарским ножом. Видите? Смачиваем его водой и надрезать будем вот этим краешком лезвия. Не давя на него, а просто проводя его. Пальцы убираем при этом. Хорошо? Да. Надрез вы можете делать такой, как вам нравится. Но нужно делать его глубоким, потому что надрез не только для красоты, а для того, чтобы вышел в воздух лишний из хлебушка. И хлеб стал еще пышнее. А теперь самый волнительный момент. Спустя 25 минут мы достаем из печи свежий, ароматный домашний хлебушек. Вау, как круто выглядит. А главное, что мы его приготовили вот этими ручками. Спасибо большое, Надежда, что обучили нас такому волшебному ремеслу. Теперь мы точно никогда не останемся голодными. А пекарня Хлеб Надеи. Очень рада, что вы пришли сегодня в гости и смогли испечь такой волшебный хлебушек. Кушайте на здоровье и приходите обязательно еще. Конечно придем. Обязательно. И на этом наш вкусный сюжет подошел к концу. Мы сегодня были на мастер-классе в пекарне Хлеб Надеи. И сами пекли хлеб. Если вам было интересно и вы также хотите научиться, то приходите сюда на мастер-класс. Ну а с вами были Маша и Вера. Всем пока-пока и приятного аппетита!